Миллион за преступника. Именно такое вознаграждение предлагают в полиции за информацию о самых отъявленных бандитах. МВД опубликовало список самых разыскиваемых преступников России. Они вооружены и очень опасны. Андрея Самойлова не могут найти уже больше 20 лет. Уроженец Челябинской области убивал людей в 90-х. Применял холодное огнестрельное оружие. А поэтому человеку и не скажешь, что он преступник. Юрий Чекин обвиняется ни много ни мало в организации убийства сотрудника прокуратуры. Исполнители уже нашли, а вот сам Чекин до сих пор в розыске. Дмитрий Мамонов из Мурманской области тоже разыскивается за убийство. 14 лет назад он убил человек в своей квартире, а потом запланировал взрыв, чтобы скрыть следы. А этому уроженцу Свердловской области Семену Ермолинскому 29 лет всего. А по службой список преступлений у него огромные. И тут и хищение, и убийство, и изнасилование, и причинение тяжкого вреда здоровью. Даже организация банды для ограбления убийств. В общем, много всего, а по фото так и не скажешь. У мужчины зато много примет. Татуировки, искривлена спина, а также на одном из снимков несимметричные усы. В этом же списке Олег Тимошенко. Достаточно солидный мужчина. Его не только в России ищут, но и в Приднестровье. Обвиняют в бандитизме, убийстве нескольких человек и уничтожении имущества. Преступник татуировано, а также свободно владеет украинским и молдавским языками. Редактор субтитров А.Семкин